Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вывод социологов следующий. Настроение россиян задается установками руководства России и подконтрольными государствами СМИ. Еще одна интересная деталь. 33% россиян считают необходимым, чтобы Украина находилась под экономическим и политическим контролем России. Власть Алиевых обеспечивает стабильность и экономический рост Азербайджана, но в стране царит взяточничество и безнаказанность, утверждает Вашингтон-Пост. Недавно 11-летний мальчик из Азербайджана по имени Гейдар Алиев стал владельцем 9 особняков в Дубае стоимостью 44 миллиона долларов. Имя, фамилия и дата рождения мальчика совпадают с данными сына азербайджанского президента Ильхама Алиева. Итак, трое граждан Азербайджана с теми же именами и фамилиями, что и дети президента владеют в Дубае недвижимостью общей стоимостью 75 миллионов долларов США. Подытоживает издание. Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил резолюцию, призывающую признать геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи, сообщает Turkish Daily News. Данное решение может поставить под угрозу отношения Турции как с самими штатами, так и с Арменией. Анкара уже отозвала для консультации своего посла в Вашингтоне. Резолюции по геноциду неоднократно рассматривались и ранее, но не были приняты из-за давления прежних администраций, напоминает турецкое издание. Решение конгрессменов подрывает стратегию Обамы на турецком направлении, указывает Financial Times. Скорее всего, народу Турции предстоит сложный и болезненный процесс, но в итоге он укрепит турецкую демократию и подведет более прочные основания под отношения США и Турции, так прокомментировал принятие резолюции председатель комитета по иностранным делам Конгресса Говард Берман. По словам спикера Павады представителей Нэнси Пелоси, пока не решен вопрос, будет ли вынесена резолюция на обсуждение Конгресса. Политическая борьба в США за признание геноцида армян сводится к простому арифметическому вычислению. Что весомее – убытки от ухудшения отношений с Турцией или уважения к памяти полутора миллиона погибших, полагает обозреватель Лондонской Times Тони Хелпин. Турция очень важна для США, но Армения не предъявляет территориальных претензий Турции, подчеркивает автор статьи, по мнению которого самой ценной компенсацией для армян стало бы признание Турции страдания их предков и официальные извинения. Евросоюз принял решение о выделении первых 200 миллионов евро для строительства трубопровода «Набука», по которому к 2015 году Европа надеется получить газ из Каспийского региона в обходы России и Украины, пишет New York Times. Таким образом, Еврокомиссия впервые выделила деньги на строительство нового трубопровода. По текущим оценкам, общая стоимость проекта «Набука» составляет 8 миллиардов евро, напоминает газета. Несмотря на то, что выделенная сумма меньше ее в 40 раз, Евросоюз надеется, что первый транш оживит работу над проектом. Два года тандем Медведева и Путина почти успешно управляет Россией, однако уже в ближайшем будущем могут произойти серьезные изменения, считает Deutsche Welle. Наличие двух центров власти может привести к разногласиям и расколу, особенно в условиях кризиса и растущего недовольства населения. Такое развитие событий осложнит жизнь Путину и Медведеву, особенно в преддверии президентских выборов 2012 года. Главный вопрос в России – кто из двоих выдвинет на них свою кандидатуру, резюмирует Deutsche Welle. Впервые с июля минувшего года темпы восстановления российской экономики снизились, сообщает Wall Street Journal. Как констатируют эксперты, российская экономика по-прежнему функционирует в кризисном режиме, а внутренний потребительский спрос остается чрезвычайно слабым. Причину этого Wall Street Journal видит в негативной ситуации на рынке труда. В январе безработица в России вновь подскочила, превысив 9%, подытоживает издание. Ученые выявили значительные выбросы парникового газа метана с арктического шельфа в Восточной Сибири и стремятся определить, имеют ли они отношение к глобальному потеплению, сообщает Christian Science Monitor. Объем этих выбросов оценивается примерно 8 миллионов тонн в год, что составляет приблизительно 1% всех мировых выбросов. Остается неясным, стал ли этот источник выбросов метана в атмосферу активен лишь недавно, или он существовал и раньше, но был неизвестен, пишет Christian Science Monitor. На этом я с вами прощаюсь. До понедельника, до встречи и добрых вам выходных. Смотрите Press Digest и держитесь в мейнстримах мировых СМИ.